Здравствуйте, отвечаю на вопрос, а как же мне все-таки, если нельзя уйти с работы, а я такой депрессивный, такой тревожный человек, а что у таких людей? У таких людей повышенная обидчивость. Они на самом деле такие умные? Вот вы не представляете. А те, которые имеют такой диагноз, со мной согласятся. Такие умные, но они такие тревожные, и они такие депрессивные, что сами себя до ситуации накрутят, что они недостойны, они не могут, они мало знают, хотя знают много. И второе, есть тревожные. А если я так скажу, он скажет так, а как на меня тот посмотрит? А если я скажу, да не получится, и вообще лучше ничего не буду говорить? И такой человек в коллективе иногда, если его не раскроешь, иногда выглядит действительно тупым, туповатым, недалеким. А на самом деле там энциклопедия такое бывает, ну вот условно. И очень это печально, очень это печально. И как раз про этих и говорят, да, талант нужно поддерживать, а бездарность пробьется сама. И это мы видим в любом коллективе, что, ну казалось бы, ну не учился, ну и не знает ничего. Ну он настолько уверен в себя. Или какой-нибудь нарцисс, или какой-нибудь психопат. Он бьет смело, в точку, и все у него хорошо. Он достигает высот. Ну, возможно, для эволюции это и хорошо, а депрессивно-тревожный человек или шизоид, он нужен как кладезь информации, когда не было компьютеров с точки зрения этологии. Может быть. Не знаю. Потому что и психопаты хорошо, что они есть, и акцентуанты хорошо есть, и люди с пограничными расстройствами. Эволюция все выравнивает. Ну так вот. Как же психотехнику вам даю, моего учителя великого, который сейчас жил, и который и в прошлом жил, и в будущем будет жить, и нам давать некие советы. Это великий психотерапевт современности и прошлого, Иешуа Га Ноцари, или Иисус Христос. Так вот. Психотехники Нового Завета. Одно из... Вот смотрите. Вы вот такой человек, какой я писал. Вот идете на работу. И уйти с работы не можете, потому что... А как будет на другой работе? Может быть, будет еще хуже? Ой-ой-ой. Самому жить? Ну вот, понимаете, ну никак. Ну никак. Ну атеистам быть плохо. В вашей ситуации. Невротикам, тревожным, депрессивным людям помогает очень хорошо. Церковь, Новый Завет, Библия. Почему? Потому что, если ты действительно, как Христос сказал, вы верьте, тогда у вас все получится. Если вы действительно откроете свое сердце, да, блаженные нищие духом, вот отбросите весь атеизм, борьбу мнений, просто откройте и скажете, я нищий духом, тогда вот информация библейская вас наполнит, и вы будете ей оперировать. А что, что, да? А там сказано, живи как хочешь, то есть доверь свою жизнь Богу и живи как хочешь. Казалось бы, это что, нужно пить и курить? Нет. Если ты доверяешь жизнь Богу, если ты берешь всю информацию библейскую в себя, там написано, вот это, вот это, вот этого не делать, это грех, и ты не будешь жить неправильно, как в Содоме и Гаморе, ты же доверишь, он тебе наполнит, Дух Святой, информация, тело Христова, церковь, собрание, и ты будешь жить вот этими паттернами, новой реальности. То есть ты не можешь жить плохо, греховно, пить, курить, там, живи как хочешь, а живи как хочешь только вот так, потому что ты же доверил Богу, Бог в тебе, Дух Святой в тебе, поэтому грех тебе неприемлем, ты не сможешь жить как хочешь, в христианской традиции, и бухать, курить, колоться садомитом занимать, пол менять, евро, да, вот, это очень такая хорошая манипуляция христианская, я ее очень люблю. Так вот, если ты вот в этих паттернах, бесплатный психотерапевт, бесплатные психотехники, тоже покаяние, проработка своих грехов, церкви, да какая вам разница, золотые часы у попа или нет, да какая разница, а у психотерапевта что, не золотые бывают, у Лапковского, Вероники Степановой, ребята, тут бесплатно, за малую долю, за какую-то десятину, за какую-то свечку, вы что, ну, у кого, у кого нету финансов, тем более, а у кого есть, тем более, тем более, да, поп на джипе ездит, а на чем он должен ездить, к твоей бабушке в деревне, на шестерке Жигулей, так он не проедет на заднем приводе, слава богу, что он ездит, когда умрет бабушка, тебе будет это важно, чтобы он доехал, так вот, вот, ты поругался с начальником, поругалась на работе, а сказать ему ничего не можешь, хотя, если конструктивно, то надо говорить, если ты видишь эту идею, но это другой вопрос, ну, просто воспринимай свою проблему с этой минуты, как приключение, и тогда будет все хорошо, как приключение, ну, вот, не можешь ему сказать, еще не дорос, не вырос, нету еще у тебя Духа Святого, которым, хоть в яму посади тебя, как монаха, какого-нибудь пятого, четвертого века, тебе будет все плевать, потому что ты осознан, ты в Боге, да, в мухамморном откровении, не важно, по нейромедиаторам, практически одно и то же, так вот, ты поругался с ним, вот только начинаешь, поругался, все, молишься, Библию читаешь, что же нужно сделать, что же нужно сделать, ты же идешь какой, идешь, эх, да даже с коллегой, ладно с начальником, с коллегой, но ты на работе не можешь ему сказать, потому что у тебя тревожно-депрессивное расстройство, или то, или то, ты боишься, что ты обидишь человека, или он тебя потом еще сильнее обидит, и идешь домой, он-то пошел в баню, с девчонками, пить, курить, выпивать и закусывать, а ты идешь с ним домой, и ругаешься, с ним в своей голове, эх, надо было мне так сказать, а если он, вот это бы, я бы так, ну почему так жить, приходишь домой, там дети, семья, муж, жена, и что, им-то можно, им-то можно, и ты такая, эх, не так тарелку поставили, мать не встретили, или там, муж, да у меня такие проблемы, я тут, упарывай, с ней ты можешь, тем более, можешь, можешь, ты вот иди начальнику своему, скажи, конструктивно, вот не так и не так, я не буду перерабатывать, это как Германии стоит денег, не можешь, а жене, детям, конечно, конечно, ты же, ты же крутой, ты же молодец, да, эго, эго наше, эго, мы же вот тем-то не можем, сказать, кто скажет, а сам ты какой, никогда спросите у моих, коллег по школе, Михаил Алексеевич не дрался, кто моложе себя, только со старшим, спортом занимался, интереснее было, вот, ушатать в клубе, в 14 лет, 17-летнего, было интереснее, а если он меня побивал, я больше тренировался, вот так надо жить, вот, ребятишки на 2 года помоложе, которых вот вы в школе могли, так сказать, воспитывать, никогда их, я им костры разводил, уху жарил, не верите, спросите, приедьте сюда и спросите, вот, ну ладно, это опять эго, я, 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 гордыня, вот видите, вот она как, вот она гордыня, я, кто я такой, я пыль под ногами коней, тамерлана, с этого начнем, и тогда есть рост, поймал себя, и вот есть рост, так вот, что же сделать, ну а как, а как, а как, вот, а как, ты поругался, как убрать эти мысли, как убрать эти мысли, ну как, ну правда, как, ну хорошо так говорить, в Библии что написано, полюби и врагов своих, а почему, это же для тебя написано, не для него, не для него, для тебя это написано, любовь, что это такое, эндорфины, дофамин, серотонин, нега, а почему его нужно полюбить, он же твой враг, почему его нужно полюбить, он же твой враг, дорогой мой, дорогая моя, а чтобы полюбить, надо понять, а вот он сам такой, ты идешь в любви, домой, у тебя все хорошо, с зарплатой договорилась, все рассчитываем, муж тебя любит, ему не надо какую-то, крутую машину, не надо, крутые чулки, он тебя любит, вот такую, которая чуть-чуть, сисечки повисли, но ты имя его, его детей кормила, у тебя любовь, соответственно, тебе, если любовь, у тебя с три, ну ты его детей воспитываешь, его, и он тебя за них любит, они все замечательные, это страдание твое, для него, чтобы ДНК, его в будущее перевести, ДНК, а раз не любит, нахер он тебе тогда нужен такой, губы ему еще делать, а раз денег нет, другое дело, деньги есть, ладно, пластик это неплохо, а нету, ну вот это ваша жизнь, вам так кажется, нету, попить по лесу, есть бесплатный психотерапевт, как минимум в церкви есть, так что вот, не надо, не надо мне, я говорю, так говорить, не надо, огорчаюсь, так вот, ты в любви, ты в любви, к вот этому человеку, коллеге, начальнику, что ж он делает-то с собой, что ж он делает с тобой, он сквернословит, а информация не только на других влияет, а и на вас, а и на вас, ах ты сука, ах ты подонок, все, адреналин пошел, норадреналин пошел, да, сосуды суздились, расширились, как бы он не относился, все равно информация запускает обменные процессы, и в итоге что? В итоге снижение продолжительности жизни у него, потому что он разрушает себя информацией, принимаешь, он убивает себя информацией, и ты его за это ненавидишь, он же человек, человек, так нужно посмотреть, наполненный, если ты духом святым, тем более, нужно посмотреть на него, и подумать, господи, как бедненький ты мой, лет тебе сорок, а ты все вот давай, давай на какой-нибудь работе, средней руки, небольшой начальничек, и ты все вот это эго, все социальным инженерингом каким-то занимаешься, все себя хочешь альфа-самцом сделать, а какой ты становишься несчастной, когда идешь в налоговую, или в городскую думу, или еще куда-то, или к своему высшему начальнику, или ты коллега, ну такой вот нервный, когда с гаишником встречаешься, какой же ты бедненький, несчастный становишься, потому что ты знаешь, там-то с теми-то любви, ты вот какой, а тут ты вот какой, вот он, сладкий, аллилуйный, вообще ни при чем, вообще ни при чем, у меня связи, ты говоришь, нарушая закон, если решаешь проблему, у меня связи гаишники, у меня связи прокуроры, и что? Запуская эти связи, значит ты нарушишь закон, отмажешься. Вау, ты не крутой, ты не ты крутой, не тебя отмазывает, а ты отмазываешься, даже тут, у кого много телефонов, они тебя должны находить, из проблем вытаскивать, тогда ты крутой, тогда тебе ничего не надо, тогда тебя хоть в карцер посади, тебя вытащат, и ты будешь достоин, вот что такое Бог, когда ты живешь по совести, у тебя и могила будет, в любом случае, если ты уехал куда-то, на север, не знаю, в Имекон, ты пожил там год, из-за твоей могилы, если ты такой, будут ходить за этот год, без твоих детей, когда у бабушки нет крестика на могилке, оградки, значит вот она так прожила жизнь, жалеть ее не надо, все твои дети с деньгами, которые ты оставил, забудут о тебе, из-за денег, буквально через год, тогда получат твои деньги, по завещанию, а если ты пьяненький, даже был, но писал стихи какие-то дурацкие, и писал письмо, тебе где-то, когда ты был в институте, дедушка мой, кстати, и посылал 3 рубля, от души, знаю, что пенсия никакой, а пьяненький все время был, писал такие добрые, и вот я его помню все время, он мне не дал миллиона никакие, как ни странно, был алкоголик, может поэтому и пошел сюда, и умер от этого, но такой добрейший души человек был, вот пожалуй, в общем, ты должна идти, или ты должен идти с работы, с работы, и понять, что ему тяжело, ему тяжело, он разрушает себя, и ему надо, на самом деле, помочь, вот тут вот будет ключевое, помочь, 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 убрать этот негатив, сквернословие, грех, злословие, а как, а как, убрать, как, как ему помочь, а пойти за него, попросить, у кого, у самого большого начальника, у Бога, в молитве, а, и когда ты идешь, за этого человека, который пускай выше тебе, просить, у самого верхнего существа, ты становишься выше, выше, из-за него, из-за этого мудака, маленького, сопливого, конченого, он себя таким, скорее всего, не считает, а может быть считает, может быть он тоже, тревожно-депрессивный, но у него психологическая защита, но тебе-то какая разница, ты идешь, из-за него просишь, ты становишься, ты представляешь, ты приходишь в кабинет, к начальнику, и просишь за какого-то урода, с твоей точки зрения, чтобы он стал хорошим, у кого ты просишь, чтобы он, у него тебя есть доступ к этому, какая разница, что он там на работе 6 часов говорит, ты в вечности голованей, опять же эго, вот тут надо тонко суровить, с любовью ты идешь, или с эгом, если с любовью, значит он не урод, как я разворачиваю, а ты просто, тебе жалко, ты со слезами идешь, просить, не урод он, а греховный человек, грех это разрушающая сила мироздания, не надо ничего там думать о грехе, что это что-то такое, вот что-то такое, не нужно, чувство вины, нет, грех переводится с греческого на наш язык, тремя словами, разрушающая сила мироздания, если твой микрокосмос разрушает что-то, сквернословие, это грех, помена пола разрушает тебя, ну разрушает по гормонам, по всему, по хирургическому, значит это грех садомский, это правда, ну это правда, я врач, я скажу вам в конце концов, не надо вот этой либеральной повесточки, не надо, ребят, ну давайте так, на нас это не влияет, на врачей, если тебя разрушает что-то, твое окружение, твой макрокосмос, выкинутая стеклянная бутылка из машины, это тоже грех, макрокосмос, может быть ты вернешься, и потом на дороге проколешь шину, этим стеклом, разрежешь, вернее, да, разрушает грех, все очень просто, и вот когда ты идешь к этому начальнику великую, ты как бы, тебя возбуждает то, что ты, ты становишься где? Вот здесь, из-за него, он становится уже, не, не каким-то взрослым человеком, который тебя ругает, во песочнице, когда ты сидишь маленький, ай, так нельзя, а наоборот, он становится, перемещается в песочницу, духовную, духовного роста, и ему молоко пить-то только, духовная, потому что ты уже пьешь твердую, ешь твердую пищу, дорогой мой, дорогая моя, да, духовную, ты, в хорошем смысле, выше в дофамине, в дофамине выше, никогда не дается дофамин и эндорфины в гневе, только норадреналин, в любви, дофамин, диметилтрептамин, серотонин, мелатонин, да, гамкоэнергическая система, в любви, в любви, а не в гневе, там норадреналин, кортизол, ух, вот так вот, что же произойдет потом, потом ты придешь на работу, будешь уже, а с помощью мухомора, таким более, микродозерного, ты будешь на него смотреть, ну, ну, опять он, внутри себя, опять он ругается, господи, прости его, да и помилуй, да, блаженны, миротворцы, ибо их будет царствие Божие, блаженны, алчущие, и борящиеся за правду, ну, вот смотрите, да, ругается, ты женщина, ругается при тебе, две женщины обсуждают, четвертую, а тебе это неприятно, да, как это сновить, а сделай печальное лицо, печальное, не вступай в дискуссию, плохо она там юбку одела, или нет, просто печальное лицо, спросит, что тебе неприятно, что она юбку одела, ну, можешь сказать, молюсь, за то, что несудимы, несудимы будете, опа, такая ответочка, они такие, о, это где-то, что-то какой-то Бог сказал, а Бог есть, каждый знает, все боятся, самый большой атеист, поверьте мне, я в наркогипнозе, это знаю, когда делал сыворотку правду, все боятся Бога, все знают, что он есть, все, есть он или нет, не знаю, но все знают, что он есть, чем больше ты знаешь, тем больше ты атеист, это правда, ну, как это, бороться с тем, кого нет, ну, нету, и ладно, а если ты воинственный ищет, атеист, все, ты будешь бороться, ты будешь доказывать физику, знать всю математику, что его нет, а потом, когда математиком, как вспомнишь, что число, один, два, три, четыре, пять, шик, и уходит в бесконечность, как физик, вселенная, в бесконечность, мозг разрушается, не можешь представить, что такое бесконечность, и тут веришь Богу, даже не в Бога, в Богу, вот, религиозный катарсис, вплоть до, анаэроидно, подобного, шизофренического состояния, мухоморит, называется три, по нейромедиаторам, похоже, и отрешение, от этого мира, уход в себя, какое-то время, да, выработка, норадреналинов, и вот она, пух, бах, благодать, ты это ощущаешь, как благодать, потому что, очень похоже, очень похоже, но, конечно, осознанное состояние сознания, лучше, чем измененное, под веществами, или при шизофрении, шизофрении, это всегда надо помнить, и вот ты ходишь, такой, весь в любви, ко всем, и, естественно, на тебя, потому что ты говоришь смело, нет, я не буду смеяться, почему, неприемлемо, такая шутка, надо мной, потому что я верующий человек, это печально, то, что вы сказали, ну, да благословит вас Господь, и ушел, все такие, сектант, что ли, да, его нахер, сектантов боятся больше, чем преступников, подвали, все будет хорошо, да, все будет хорошо, да, хорошо, я вас услышу, Господь, или так, да, Бог поможет, вот так начинает, и ничего страшного, а выгонят, а что вам бояться, Бог же с вами, не ходи, значит, не ходи, путями нечестивых, блажен муж, который не ходит, на совет нечестивых, блажен, тебя благодатью, наполнит Бог, если ты будешь блажен, да, то есть, не ходить, в гараж, бухать, друзьям, блажен муж, который, не ходит на совет нечестивых, и, наверное, медиаторы твои, алкоголь не убьет, ты будешь в любви, все очень просто, настолько просто, что, я уверен, что и в Коране, также, и Махамеда, благословит его, Аллах, говорил, и буддизм, ничего плохого не говорит, мне просто, так как, крещеный, бабушка, 7 лет покрестил, 5 лет, мне вот нравится, традиция, я же в России, больше, и говорю вам, то, что знаю уверенно, хорошо, чтобы не входить в конфликт, с мулами, монастырями буддийскими, не хочу, вот так вот, мои дорогие, вот так, все, Господь, ты пастырь мой, и я ни в чем не буду нуждаться.